К нему идут и советом, и помощью, и безоговорочно доверяют жизни своих четвероногих друзей. Более четверти века Сергей Трифонов осматривает, берет анализы, оперирует и назначает лечение братьям нашим меньшим. Пациенты Сергея Трифонова не могут рассказать о своих симптомах, но опытный специалист без труда находит с ними общий язык. Солидная родословная и престижная порода или дворовый кот для него неважно. Помощь оказывает всем. Кстати, приходилось ему работать и с экзотическими животными, и с домашним скотом. Козы и лошади из районов республики, а также хищники Саранского зоопарка в числе благодарных пациентов. У нас были ситуации, когда мы и тигров оперировали, и пумы оперировали, когда они сюда их привозили. И все у нас было. И глупости были, и умные решения были. Сергей Трифонов, уроженец Саранска, после окончания аграрного института остался на малой родине и приступил к работе в городской ветеринарной поликлинике, где практиковался во время учебы. За несколько лет он прошел путь от начинающего до главного ветеринарного врача. О том, что Сергей Трифонов мастер своего дела, талантливый руководитель и опытный наставник, говорят не только коллеги, но и благодарные хозяева животных. Сергей Вячеславович очень хороший доктор. У меня до этого было много животных, и постоянно обращаемся к нему, она оперировала нас. То есть всегда хороший результат. Под наблюдением специалиста не только саранская фауна. В последнее время стали часто обращаться сельские жители. За кошек и собак они переживают не меньше, чем за коров и овец. При этом хозяева трепетно исполняют предписание доктора по отношению ко всем своим питомцам. Это подтвердил недавний случай с породистым бараном, которому лечили перелом. Мы, честно говоря, даже когда с ним расставались, я ему говорю, я не понимаю, как вы это выдержите, потому что держать молодое животное, чтобы он не скакал, и чтобы он заново себе все не переломал, это вообще нереально. Представьте, они практически две недели держали этого барана, привязанного к столу, и время от времени его переворачивали, чтобы у него не было ни отек легких. И, тем не менее, там все у них получилось. Они прям молодцы были. Им прям пять с плюсом за их любовь к животным, за их стремление к выздоровлению. Дома у Сергея Трифонова живут две кошки. 18 лет назад появилась Фроси, а год назад к ней присоединилась Луна. Как отмечает доктор, в его профессии главная любовь к животным, а самые приятные моменты, когда благодарные пациенты узнают своего доктора. Ну, правда, тем, кому было больно, они тоже меня узнают на улице, но уже я совсем этому не рад. И владельцы тоже, людям, которым смогли помочь, они благодарны. Они, когда встречают на улице, всегда разговариваем, интересуемся про их питомцев. Больше, конечно, разговариваем не про владельцев. Мне легче, например, узнать владельца по его животным. Если я животного не увижу, я могу владельца сразу не узнать. Мне нужно знать, кто у него был, с кем он приходил. Есть и другая сторона работы, когда к поликлинике подбрасывают животных, и их долго не удается пристроить. Периодически приходится сталкиваться с людской жестокостью и безответственностью. Почти каждый рабочий день – это многочасовые операции. Порой накрывает обжигающая горечь при невозможности помочь четвероногому пациенту. Но вопрос, что помогает найти в себе силу снова и снова возвращаться в поликлинику, наш герой отвечает просто. Главное – любовь к животным. Потому что в жизни можно что-то приобретать, а если ты любовь, например, приобрел, она же у тебя на всю жизнь сохраняется. Это уже до конца. Тут от этого не отвернешься. А потом это все так затягивает, что развернуться и уйти уже просто не получится при любой ситуации. Ольга Данилова, Сергей Кувакин. Народные новости.